Сегодня в нашей стране отмечается 22-я годовщина со дня основания «Единой России». В преддверии знакового события на курорте прошла 29-я конференция местного отделения политической партии. «Единой России» делает все для устойчивого развития страны, укрепления ее обороноспособности, сохранения мира, подтверждение тому, что принятый социально ориентированный бюджет страны на этот год и на следующий сейчас формируется, который является гарантом, что все обязательства перед гражданами России будут выполнены в полном объеме. Региональный политсовет Краснодарского регионального отделения партии «Единой России» принял решение о проведении 35-й конференции регионального отделения о местных и первичных отделениях партии собраний. Собрания в первичных отделениях нашего местного отделения уже проведены. Сегодня мы проводим с вами эту конференцию с тем, чтобы обсудить итоги работы политсовета, определить задачи на будущий период. В ходе конференции участники мероприятия узнали информацию о реализации народной программы. Самые активные члены партии были удостоены благодарственных писем. В рамках заседания также избрали делегатов на 35-ю конференцию Краснодарского регионального отделения «Единой России». От того актива, который сегодня собрался под крылом партии, а актив сегодня – это руководители общественных организаций, это неравнодушные люди, это руководители органов ПОС, это руководители наших ведущих предприятий города. От этого актива, конечно, зависит, как будет слаженно работать команда нашего муниципального образования приведет к предстоящему. На конференции также были вручены партийные билеты и приняты новые члены «Единой России». У нас очень качественный набор приемов партии, потому что мы приняли уже 87 человек, кто изъявил стать членом партии. И это действительно не количественный показатель, прежде всего, а качественный, потому что действительно приходили люди неравнодушные, приходили люди, пришли в партию те, кто действительно хочет участвовать в делах партии. И это действительно здорово. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Зрители заняли места в зале, а гимнасты и акробаты за кулисами готовятся к выходу. Анапа празднует вековой юбилей Министерства спорта России. Спорт – это основа государства. И именно от нас, от всех, зависит, насколько оно сильное будет, правильно воспитанное. И от нас зависит, как мы передаем это из поколения в поколение. На территории нашего города, все мы знаем, создаются федерации спорта. Мы с администрацией принимаем активное участие в развитии любых видов спорта. И это очень важно, чтобы каждый ребенок нашел себя, полюбил любой вид спорта и достиг результатов. 2023 год стал знаковым для Анапы. На курорте появились новые чемпионы в десятках видах спорта. Наши воспитанники становились призерами всевозможных турниров различного уровня. Более того, анапская спортсменка Анастасия Димурчан оказалась единственной победительницей мирового первенства по боксу. Российский спорт является мировым флагманом. Мы всегда на всех аренах являемся и будем являться лидерами. Даже тогда, когда нас везде пытаются отменить. И дальше мы будем продолжать в том же духе, будем продолжать работать на коврах, в залах, в спортивных залах, игровых, на гимнастических, на борцовских, на рингах, в бассейнах, на открытой воде. На открытых спортивных площадках, на стадионах мы будем продолжать работать, тренировать. В праздничной обстановке талантливая молодежь курорта получили звание кандидата в мастера спорта. Мы к званию кандидата в мастера спорта шли пять лет. Очень рады, что выполнили его и не планируем на этом останавливаться. В следующем году планируем выполнить звание мастера спорта России. Когда мы только начинали развивать этот вид спорта в нашем городе, конечно, мы даже представить себе не могли, что наши спортсмены будут выступать уже в ближайшем будущем по программе кандидатов в мастера спорта и по программе мастеров спорта. Но и остальные детки, которые у нас сейчас работают по юношеским разрядам, конечно, они тоже смотрят на передовых спортсменов, стараются, подтягиваются. Для них это очень сильная мотивация. Отдельно во время праздника отметили тренеров, которые ежедневно занимаются с ребятами. Этот год для нашей федерации положился очень удачно. У нас было два третьих места на всероссийских турнирах, и потом у нас просто фурор, начиная с июня и по октябрь, четыре первых места подряд на разных турнирах. Не останавливаемся на достигнутом, будем продолжать расти дальше. Буду расти, планирую дальше достигать высших достижений. Украшением праздничного вечера стали показательные выступления воспитанников отделения спортивной акробатики, художественной гимнастики и танцевального коллектива. Никита Васюхина, Леся Сергеевич, Анапа-Регион. Конечная станция поезда номер 130 «Анапа». На перроне уже собрались люди с цветами и шарами. Домой возвращаются призеры чемпионата мира по пара-карате. Конечно, для «Анапы» и для России это очень важный результат. В частности, для нас, для школы. Конечно, это очень значимое событие. Благодарность, конечно, Чайкину, Дмитрию Владимировичу, что он занимается очень плотно с этими детьми, всегда их поддерживает. И, конечно, школа тоже старается поддерживать этих спортсменов. И, думаю, в общем тандеме мы, работая, достигаем таких результатов. Выступление на престижных соревнованиях в Казахстане – дебютное для анапских пара спортсменов. Соперниками ребят стали представители девяти стран. В упорной борьбе воспитанники спортшколы Олимпийского резерва номер один завоевали четыре награды – три золота и одну бронзу. До последнего не верила. Думала, что показалась не то, не моя фамилия. Но в итоге очень, конечно, рада, очень понравилась. Один из участников – Максим Ежеленко. Буквально пару месяцев назад 16-летний анапчанин стал лучшим в России. В Астане повторил свой результат и вновь взошел на высшую ступень педестала. Для меня это самый лучший результат, потому что первый чемпион мира. Для меня, в принципе, все его выступления – это большие достижения его. Ну а здесь с результатом, что он чемпион мира, ну как бы вообще круто. Я очень довольная. В категории ветерана медалью высшей пробы также отметили тренера анапчан Дмитрия Чайкина. По его словам, за ребят волновался больше всего. Тренер волнуется всегда, очень сильно. Самое важное – не передать свое волнение спортсмену. Поэтому пытаюсь себя контролировать, настраивать спортсмена. Конечно, очень волнительно. Результат хороший. Сейчас анапчане выйдут на заслуженный отдых, а после вернутся к прежнему тренировочному режиму. Никита Васюхин, Михаил Попов. Анапа. Регион. Артур Манукян уже четыре года играет в инклюзивном оркестре «Солнечные нотки». В детстве мальчику поставили диагноз «аутизм». У многих ребят с этим недугом возникают проблемы социализации. Однако при должной поддержке они добиваются успехов в науке или творчестве. Фиксируясь на одном хобби, особенный ребенок может без преувеличения стать гением. То, что он гений, да, я соглашусь. Он очень у меня умный. Да, у нас проблемы с общением, но музыка очень сильно помогает. Очень сильно. Я смотрю назад, и сейчас разница большая. Что он музыкальный, это уже естественно. Даже диагноза у нас даже не было, но я чувствую, что мальчик у меня музыкальный. У меня папа поет, я сама пою. Так что музыка – это для нас все. Музыка стала любимым увлечением Артура. В оркестре юноша даже выступает с сольными номерами. И сегодня вместе с коллективом вышел на сцену Центр культуры Родина. Впервые в Анапе был дан старт межрегиональному фестивалю «Солнечная музыка». Все солнце Юга Анапы сегодня не за пределами нашего замечательного Центра культуры Родина, а именно здесь, внутри. Я вам желаю больших творческих успехов, свершений всех ваших надежд, чтобы реализовали все ваши мечты, которые вы питаете, которые вы себе воображаете. И чтобы всегда у нашей страны было яркое солнце, даже если тучи на небе. Я очень рассчитываю, что вам комфортно в Анапе. Я очень рассчитываю, что вы еще раз к нам приедете. Добро пожаловать в Анапу. Огромное спасибо, Игорь Владимирович. Решили проводить в Анапе благодаря поддержке, которую оказывает администрация города. Проектом нашего фонда уже на протяжении многих лет. Я хочу поблагодарить и главу города, и Игоря Владимировича, и Вовка, заместителей его. На всем уровне, на всех уровнях нам оказывают поддержку. В любых наших благотворительных проектах и мероприятиях нашего фонда. Поэтому, когда я вышел с предложением провести именно в Анапе этот фестиваль, нашло поддержку, и нам помогли с организацией. Фестиваль «Солнечная музыка» – одно из крупнейших мероприятий для инклюзивных коллективов страны. В течение трех дней более 200 талантливых артистов выступят на сцене Центра культуры, примут участие в мастер-классах и будут дарить свои улыбки зрителям. Наши талантливые звездочки приготовили радость. Они будут играть, они будут петь, танцевать. И мы станем свидетелями их потрясающего театрального творчества. Они себя выражают в искусстве. Это их, мне кажется, самое главное предназначение. Потому что они все сотканы из любви. Не зря их говорят «Солнечные дети», «Божьи дети». Поддержать ребят могут все желающие. Вход свободный. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. На сцене Ульяна и Таня буквально преображаются. Девушки с ограниченными возможностями здоровья не имеют ограничений в творчестве. Анапчанки занимаются танцами в инклюзивном коллективе и мечтают стать знаменитыми. Я хочу быть артистом, хочу быть и показать всем, что там такой артист, какие костюмы у них есть красивые, для кого они шиты, для кого. Они все шьют для нас, стараются, чтобы мы были красивые, получали дипломы и медали. Коллектив «Преображение» – мир, в котором может реализовать себя каждый ребенок. Вместе с детьми без ограничений танцами занимаются ребята с ОВЗ. Некоторые из них, впервые попав на занятия, с трудом могли сделать несколько шагов. Но теперь блистают на сцене. Без устали о достижениях своих дочек рассказывают мамы. Она более развитая, она не комплексует, она смотрит на всех равноценно, она не стесняется своего вида. Если она идет на конкурсы или на концерты, она всем рассказывает, что она артистка. Сейчас в коллективе занимается 14 анапчан с ограниченными возможностями здоровья. Каждому ребенку индивидуальный подход. Сегодня талантливые дети приняли участие в праздничном концерте, организованном на базе Дома культуры молодежной в преддверии Международного дня инвалида. Они будут вот прямо до конца. И даже если им очень трудно, они будут добиваться этого движения, правильного выполнения движения и будут говорить, что я артистка, и будут стремиться к этому. Стать частью дружного коллектива могут все желающие. Занятия для детей проводятся бесплатно. Записаться в преображение могут ребята с шести лет. Неоднократно анапчане становились победителями городских и краевых конкурсов и теперь будут готовиться к следующим выступлениям. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.